О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. В Нижегородской области планируют увеличить объемы молочного производства. Ребята из лагеря «Хочу стать десантником» встретились с Героем России. В Сосновском округе открылся региональный форум «Метеор». Уровень обеспеченности, самообеспеченности молоком в Нижегородской области сейчас составляет 86,7%. За последние 4 года в молочном животноводстве Нижегородской области построено и реконструировано 82 объекта. В этом году планируют обновить и построить еще 16. Как результат этой работы – рост объемов производства молока. Ежегодно примерно на 20 тысяч тонн. Для того, чтобы выйти на критерии доктрины продовольственной безопасности, которые установлены в Российской Федерации, то есть 95%, нам примерно нужно прибавить 60 тысяч тонн молока. В целом, если мы будем прибавлять по 20 тысяч тонн ежегодно, то к 26 году мы этих показателей достигнем. Рост производства мог быть еще больше, говорят сельхозпроизводители. Но различные экономические и бюрократические барьеры этому мешают. Вы знаете, что мы построили 4 фермы за последние годы. И вот в одной из ферм мы от момента подачи заявки до получения кредитов в банк, у нас прошло 23 месяца. Мы получаем каждый ответ на каждую бумажку. Значит, это минимум месяц 30 дней для того, чтобы получить ответ. В чем дает ответ какая-то девочка, секретарша, и вопросы к ней бессмысленны вообще. То есть там нет и все. О наболевшем, о проблемах, о тенденциях развития молочного животноводства говорили на экономическом саммите молочной отрасли, организованном областным минсельхозом и Нижегородским молочным союзом. В саммите участвуют не только нижегородские сельхозпроизводители, но также гости из соседних регионов и руководители отраслевых союзов из Москвы. Главный вопрос – как избежать резких экономических, то есть ценовых и производственных колебаний на рынке молока. Я призываю очень активно Федеральный союз заняться этой проблемой и настоятельно уже требовать, наверное, от органов власти, в первую очередь от Государственной Думы, о том, что должен быть утвержден закон, регулирующийся сельскохозяйственные рынки. По итогам саммита будет выработана резолюция о мерах по стабилизации молочной отрасли России, которая будет направлена в федеральные органы власти. Алексей Завылов, Николай Таланов. Специально для службы информации. Школьница Даша Юдагина в рядах лагеря хочет стать десантником уже третий год. Она, командир отделения, даже участвовала в параде победы. Такая встреча с Героем России впервые. Это не из книжек или интернета узнать. Общение вживую, что особенно ценно. Прочитать можно раз и забыть. А тут ты с ним знакомишься, узнаешь побольше о его жизни и запоминаешь об этом. То есть это откладывается в памяти. В гостях очередной смены лагеря хочу стать десантником Герой России Виталий Антонов. За его плечами командировка в Сирии и участие в зоне специальной военной операции на Украине. В 22-м году в составе штурмовой группы подразделение под его командованием освободило сразу несколько населенных пунктов в Луганской народной республике. За проявленную доблесть и мужество Виталий Антонов, тогда еще в звании майора, получил главную армейскую награду – золотую звезду Героя России. Такая встреча боевого офицера с юными десантниками, по сути, открытый диалог – одна из главных задач патриотического воспитания молодежи. Хочется процитировать очень известного детского писателя, его фразу, и думаю, с этой фразой все станет логически в свои места. Сегодня дети, завтра народ. Если мы хотим светлое будущее в нашей стране, то сегодня уже надо заниматься воспитанием детей и делиться опытом. Наши дети, они должны знать, что мы великая страна, и что, в общем-то, потенциально каждый человек, которого ты можешь встретить на улице, там где-то в магазине, в очереди – это герой. Это человек, который, значит, готов по зову сердца, по приказу командования, еще по каким-то причинам стать и идти защищать свою родину. Воспитники военно-патриотического лагеря не только много спрашивают героя России, но и показывают, чему сами уже научились. И это при том, что ребята в смене всего неделю. Впереди прыжки с парашютом, пожалуй, главное испытание на мужество для юных десантников. Но такие встречи будут и в будущем. Страна должна знать своих героев. Служба информации – Сергей Щеплягин, Кирилл Антоневич, Илья Денисов и Виталий Кудрявцев. Вот так, ничего страшного, еще могу, да, научиться. 1200 молодых и талантливых участников со всей России собрались на Черепашьих озерах Состовского округа для участия в региональном форуме «Метеор». Первый день – торжественное открытие. Молодежь от 14 до 35 лет будет учиться по семи трекам – креативной индустрии, медиа, наука, бизнес, волонтерство, IT и управление командами. Объединить молодых людей с разными интересами, которые живут на одной территории и увлекаются вещами – вот основная цель форума. Цель моего приезда – это в первую очередь познакомиться и обменяться опыта с другими городами нашего прекрасного России. В целях у меня в этот раз возможно познакомиться с людьми и обзавестись новыми, еще рабочими. В таком шатре, в треке прямой эфир, спикер, главный редактор телеканала «Волга-24» Кирилл Васильев. Тема выступления – современные тренды, интересные молодежи. «Сделали это осмысленно». Вот сейчас разговор ведется о том, что любой молодой человек, любая девушка в любом регионе Приволжского федерального округа может быть корреспондентом, спецкором и даже не повышенным ведущим телеканала «Волга-24». Для этого создается, собственно, и молодежная редакция, ради которой я сюда сегодня приехал, и создается программа «Молодежные Приволжья». Форум проходит в рамках событийной программы «Культурной столицы года» и входит в линейку форумов «Рос молодежи. События». Они же и проводят грантовый конкурс. Участники форума могут защитить проект и получить денежную поддержку. Грантовый фонд этого года – до 1 миллиона рублей на каждый проект по 18 номинациям. Главная концепция этого форума в том числе – ты дома. Нам очень хотелось, чтобы участники, которые к нам приезжают, практически со всей России, почувствовали себя здесь дома. Это большая коммуникационная площадка. Это очень важная история для ребят, которые получат невероятное количество связей друг с другом и смогут в будущем делать что-то вместе. Шикарное место в Машкарской области, подобранное для того, чтобы сюда приехали. Все ребята из Приволжского федерального округа, делегации большие, больше человек в каждой делегации здесь познакомились. Самое главное, здесь пообсуждали повестку, которая стала повесткой для Нижнего Новгорода, как для молодежной в прошлом году и культурной столицы в этом году. Очень много молодой, активной и талантливой молодежи хотели попасть сюда. Общее количество заявок на этот форум превысило 12 тысяч. Следовательно, общий конкурс для поездки сюда составил 10 человек на место. О новых победителях нам еще только предстоит с вами узнать. Форум продлится до 8 июля. Служба информации Кирилл Янковский, Максим Веселов. На один день суммарность старшей работы в медицине в зале Дома народного единства перевалил за тысячу лет. Здесь собрались 15 медицинских династий со всего региона. Все участники конкурса врачебной династии. Отбор заявок начался в марте. Жюри, представители медицинских профсоюз и министерства оценивали участников четырех номинаций. За преемственность поколений, старшая династия, заслуженная династия и самая спортивная династия. Событие приурочено ко дню любви, семьи и верности. В качестве награды медали денежный приз. Среди победителей династия Абраимовых-Сидоровых общий стаж 485 лет. Началось все с 1870 года. Всего в этой династии 15 метработников. Представляет их Денис Сидоров, хирург в пятом поколении. Это была очень интересная подготовка. Во-первых, я раскапывал и узнавал многое о своих родственниках. То есть, ну, у меня было представление, кто у меня является врачей, что я тут несколько поколений. Тут я узнал конкретно про каждого врача, о его истории, о каждом члене своей семьи. Ну, самое главное, запомнил. И буду это рассказывать своим детям, у которых выбора особо тоже нет. Благодаря этим людям, они вот свою любовь, трепетную отношение к профессии передают своим детям, свои первые дети, и дальше их внукам и так далее. И поэтому, благодаря как раз таким людям и стоит вообще не то, что не в городском здравоохранении, да, здравоохранение в целом в стране. Обычно в медицинских семьях дети растут не только дома, но и на работе, в медицинских учреждениях. И дети с измольства постигают азы этого мастерства. Как общается папа-хирург со своими подопечными. Иногда они смотрят, тихонечко подсматривают в окошко операционной, как идет операция, смотрят, как идет выздоровление. То есть они напитываются духом медицины, духом милосердия, и из них вырастают прекрасные доктора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok